Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 244 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Эту передачу вы можете смотреть на канале YouTube под названием «Тимми». Также у меня есть свой телеграм-канал, ссылку на который я даю в описании под этим видео. Итак, сегодня в программе. Правда ли, что Мерт Рамазан Демир уходит из сериала «Зиморода»? Сериал о Мер закрыли или продлили? В каких сериалах мы увидим главных героев этого проекта? Есть ли информация о премьере нового фильма «Последний звонок в Стамбул»? Повторят ли турецкие продюсеры Пару Джан Яман и Демет Аздемир в новом проекте? Есть ли новые проекты у Хазар Эрвич Лу? Результаты показа на Disney+, сериала «Актриса» и почему Керем Бюрсин снова пошел в летний проект? Есть ли у него другие сериалы? Итак, мы начинаем. Вопрос. Мерт Рамазан Демир из сериала «Зимородок» покинет сериал или нет? А то в последней серии как-то непонятно. Последняя серия – это финал сезона. В финале сезона всегда делают какую-нибудь такую замануху, которая предполагает, что через пару месяцев измученные ожиданием зрители потянутся обратно и продолжат просмотр сериала. Это, в общем-то, обычное дело. Как правило, все главные герои остаются в сериале, если, конечно, не произошло что-то экстраординарного. Но в случае с Мертным Рамазаном Демиром ничего такого не произошло. Он продолжит работать в сериале. Так что не беспокойтесь, его герой вполне будет жив. Вопрос. Такие слухи ходят, вроде бы ссылаются на участников съемочной группы. Кто-то говорит даже, что Мерки и предложения сделал. Но, вы знаете, я очень часто наблюдала все эти истории, когда вроде бы актеров сводят во время показа сериала, а затем оказывается, что они даже друг к другу разговаривать не желают. Хотя бывают и другие случаи, когда актеры дружат, и после того, как закончился сериал, остаются друзьями. Но вот все эти романы на съемочной площадке очень редко заканчиваются чем-то серьезным. Я не говорю, что такого не бывает в принципе. Бывает. Но для этого нужны люди достаточно взрослые, я бы сказала. Вот когда Халит Иргенч встретил свою жену, Бергюзар Карель, ему было уже далеко за 30, и он уже был готов к каким-то серьезным отношениям, тем более женат уже был до этого. То есть человек знал, что ему нужно в жизни. Но в случае Мерта и Афры, они слишком молоды для того, чтобы думать о браке и о чем-то таком более серьезном. Даже если что-то и будет, то, скорее всего, ограничится флиртом и не более того, который закончится, когда закончится их сериал. Конечно, из всего бывают исключения. Например, Серкан Чайолу влюбился в Азгей Юрель на первом сериале «Вишневый сезон», и недавно они поженились. Но еще раз повторяю, что это исключение, которое лишь подтверждает правила. Пока люди молодые, они не очень понимают, что им вообще нужно, какой человек нужен рядом. И я думаю, что лучше не спешить с какими-то серьезными решениями. Любовь почему бы и нет? Как говорится, есть что вспомнить, нечего детям рассказать. Вопрос. Почему не показывали сериал «Меня зовут Парах»? Сериал «Меня зовут Парах» на прошлой неделе сделал финал сезона. Людям нужно отдохнуть. Съемочная группа ушла на летний перерыв. В летнем сезоне этот сериал показываться не будет и вернется на экраны Турции уже осенью. Скорее всего, в сентябре. Вопрос. Я ждала фильм «Мевляна» с участием Ханде Эрчель. Сейчас идет сериал «Мевляна», уже 10 серия. Посмотрела все и Ханде не увидела. Видимо, это не тот сериал или она появится позже. Это совершенно два разных проекта. Сериал «Мевляна» снимается, вернее, уже закончили съемки и показывают его по заказу государственного телеканала ТРТ-1. И его показывают на цифровой платформе ТАБИ, которая принадлежит этому каналу. Что касается фильма «Мевляна», его снимали совместно с иранскими производителями. Я не знаю, что случилось. И промо уже фильма вышло. Но в результате все застопорилось. И пока, когда он выйдет в эфир, непонятно. И выйдет ли вообще. И вообще. Вопрос. Неужели сериал «Амир» закроют? Если да, то очень жаль. И где можно будет увидеть Силахадина Пашалы и Гекчеба Хадыр в новых проектах? Нет, сериал «Амир» не закрывается. Он идет на второй сезон. Это, кстати, преимущество эксклюзивного контракта, который компания OGM Pictures, производящая сериал, заключила с телеканалом Стар ТВ. И Стар ТВ не может теперь закрыть сериалы по своему желанию. К тому же «Амир» имеет неплохие рейтинги, особенно в АБ. Так что проблем с переносом на второй сезон я особенных не вижу. Но, естественно, летом будет сделан перерыв. И за это время Силахадин Пашалы снимется во втором сезоне сериала «Неткликс» полночь в отеле «Пера Палас». Уже подготовка идет полным ходом. И 1 июля начнутся съемки. Что касается Гюкчеба Хадыр, кроме того, что она работает, продолжает работать в сериале «Амир», она еще снялась в следующем сезоне сериала «Клуб». Также будет выходить на «Неткликс» второй сезон. И я думаю, что будет третий сезон. Во всяком случае, об этом говорили. Что за награду в виде статуэтки получили недавно главные герои сериала «Кровавые цветы»? Видимо, этот дневной сериал пользуется успехом. Дневные сериалы – это очень особая ниша. Они идут днем, что следует из названия. У них очень маленькие рейтинги. То есть в «Прайм-тайм» с такими рейтингами закрыли бы через пару серий, а может быть, только одну серию и показали бы. Но днем, в общем-то, проблемы нет. Можно показывать сериалы с рейтингом 1-2%. Ничего страшного, поскольку они очень дешевы в производстве. И там снимаются не очень известные актеры. Вернее, совсем неизвестные актеры. Поэтому особо рассуждать об этих сериалах и актерах, которые в них заняты, я не могу. Поскольку не располагаю информации. Не интересуются турецкие журналисты этими актерами, этими сериалами. Ну и, соответственно, я не могу ничего сказать, поскольку у меня нет этой информации. Что касается наград очередных турецких, ну, они раздаются по принципу, кто пришел, тому и дали. К сожалению, нет в Турции награды сериальной, которая имела быть хоть какой-то вес. Пришли актеры, получили эту награду, ну, спасибо им. То есть, это не свидетельство о том, что сериал популярный или не популярный. Но я могу вам сказать, что кровавые цветы все-таки для дневного сериала, именно для дневного сериала, идут неплохо и, по сравнению с другими дневными сериалами, пользуются достаточным вниманием со стороны турецких зрителей. Вопрос. Есть ли новые проекты у Берен Саат? Да, появилась новая информация о том, что Берен Саат будет сниматься в новом сериале, опять же, цифровом, и, скорее всего, для цифровой платформы Netflix. Какие-то подробности ее новой работы пока мне неизвестны, но я думаю, что в ближайшее время я расскажу об этом, как только узнаю сама. Вопрос. Что с фильмом «Последний звонок в Стамбул»? Когда мы его увидим? Я недавно на этот вопрос отвечала, но мне задали его в комментариях пять раз подряд. Поэтому я думаю, что еще один ответ не помешает. Дело в том, что фильм сняли в прошлом году, постпродакшн уже завершен, то есть в любой момент Netflix может его поставить в эфир. Но у них есть собственный график выхода фильмов и сериалов, и когда они сочтут удобным для себя выпустить этот проект, не знает никто. Предполагается, что он может выйти в конце года, но это только предположение. Никаких конкретных доказательств того, что он выйдет в конце года или, может быть, завтра, никто вам сейчас не скажет. Но я думаю, что будет большая рекламная кампания. Все-таки такие актеры вместе снова играют. Так что, скорее всего, я думаю, осенью. Вопрос. Хочу спросить о новых работах в театре или кино актрисы Вахиды Перчин, которая играла Хюрем Султан в «Великолепном веке». Что-то знаете о ее творческой и личной жизни? Мне кажется, это очень успешная и талантливая актриса, но редко вижу ее в сериалах. Честно говоря, вопрос меня удивил, поскольку актриса очень активно снимается. Более того, она со времен Великолепного века выпустила уже два суперхита. И в этих суперхитах она играла главные роли, несмотря на то, что возраст не предполагает уже главные роли. Но, тем не менее, она настолько любима и настолько уважаема турецкими зрителями, что если она появляется в сериалах, то это, в общем-то, гарантия того, что сериал будет успешным. После «Великолепного века» был не очень удачный сериал «Время переселения», но сразу же в том же году она начала сниматься в сериале «Моя мама» вместе с Джан Судери и Берен Гюкелдис. И это стал один из самых больших китов в истории турецкого телевидения. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Два сезона этого сериала. И после него в 2018 году начался показ сериала «Однажды в Чукурава», в котором также играла Вахиде Перчин. И это тоже суперхит, который не только успешно прошел на турецком телевидении, но и успешно показывается за рубежом. Прямо сейчас она снимается в сериале «Предательство», который не является суперхитом, но идет очень хорошо, очень успешно. И по завершению первого сезона пойдет на второй сезон. Кроме того, у нее вместе с бывшим мужем, с которым она, в общем-то, живет, развелись, но продолжают жить вместе. Есть собственная школа, в которой она готовит и актеров, и сценаристов, и режиссеров. И эту школу поддерживает известный продюсер Фатих Аксой. Так что она очень занятой человек, очень много работает. И, кроме того, она является главой актерского профсоюза Турции, возглавляет его уже несколько лет и является, в общем-то, голосом турецких актеров. Прямо сейчас Азан Далунай отдыхает, у него перерыв. Недавно он завершил работу в сериале «Нетфликс. Городок», где его партнером был Акан Ялобык. Также там снималась «Бешра де Вели». Кроме того, в прошлом году он снялся в фильме «Мервекюльт», который буквально неделю назад вышел на цифровой платформе «Нетфликс». Там его партнершей была Ахсен Эролу. Он также играл в фильме вместе с Ханде Дуандемир, но это фестивальный фильм, вряд ли мы его увидим. Так что, как видите, работая он не обделен, ну а сейчас отдыхает, и я думаю, что в ближайшее время мы узнаем о его новом проекте. Вопрос. Было бы неплохо, если бы продюсеры повторили пару Джан Яман и Демет Аздемир. Думаю, фанаты были бы очень счастливы. Нет, я не думаю, что это когда-либо произойдет по сразу нескольким причинам. Во-первых, Джан уехал в Италию и, видимо, не собирается возвращаться в Турцию. Во-вторых, Демет не очень рвется работать, мягко говоря, с Джаном, поскольку, я напоминаю, что был большой скандал, связанный с тем, что Джан не очень удачно сформулировал свою мысль, высказался очень некорректно о либидо Демет, и ей пришлось краснеть, ну, мягко так говоря. Хотя она не стала ничего, никакие комментарии делать, но обсуждали это бурно и, естественно, обвиняли Джана, но, тем не менее, я думаю, у Демет была очень неприятна вся эта ситуация, поэтому вряд ли она захочет снова иметь с Джаном какое-либо дело, чтобы не попасть в тот же самый конфликт, что и был раньше. Ну и, в-третьих, из-за этого конфликта Фан и Джана и Демет переругались между собой, и ни та, ни другая сторона не очень хочет видеть актеров вместе. Вопрос. В каком сериале будет сниматься Эльчин Сангу? Эльчин Сангу продолжает сниматься в сериале Крупье. Сериал сделает финал сезона, уйдет на перерыв летний и вернется в эфир осенью, как и все остальные сериалы компании OGM Pictures. Они завершили только один сериал «Столетнее чудо», но там было без вариантов. К сожалению, рейтинги были очень низкие. Все остальные сериалы компании продолжат свое путешествие в турецком эфире осенью этого года. За исключением сериала «Девушка за стеклом», но уже давно объявили о том, что собираются сделать финал на прекрасных рейтингах. Вообще я удивлена, что «Девушка за стеклом» делает финал с такими прекрасными рейтингами, но решили завершить историю красиво, чтобы действительно остался в памяти сериал как один из самых успешных. Именно потому, что завершилась история, а не потому, что упали рейтинги. Вопрос. Когда будет финал к сериала доверенное? Конец будет хорошим или плохим? Все останутся в сериале. Мы три года смотрели, хотели бы хороший конец. Дистрибьютор Экорайтс, который распространяет этот сериал в мире, говорит, что он будет продолжен на телеканале всем, поскольку рейтинги позволяют. Это не суперрейтинги, конечно, дневные сериалы не обладают огромными рейтингами, но, тем не менее, они достаточны для того, чтобы без проблем продолжать показ сериала. Кстати, осенью будет показана уже тысячная серия. Я напоминаю, что сериал выходит каждый день, поэтому до тысячи серий такие проекты добегают достаточно легко. Что касается, кто уйдет, кто останется, пока идет сериал, пока есть хотя бы минимальный рейтинг, он будет сниматься хоть 10 лет. То есть, какой будет финал, сейчас не знает никто, включая и тех, кто пишет его сценарий. Более того, скорее всего, сценаристы уйдут, придут новые и так будут сменяться, пока рейтинги не упадут. Естественно, актеры тоже могут уйти, могут прийти, все может поменяться, и до финала он дойдет в совершенно другом актерском составе. Таковы особенности дневных сериалов. Вопрос. Я напоминаю, что Хазар играет в театре вместе с Фундой и Риит. У них очень популярный спектакль. Плюс она снимется в фильме, сама об этом сказала, и будет рассматривать предложения о новых сериалах в новом телевизионном сезоне. Но пока насчет сериала она не определилась. Снимется в фильме и затем решит. Вопрос. Расскажите, как прошел сериал «Актриса» на Disney+. Какие рейтинги? Сколько людей посмотрели этот сериал? Насчет того, сколько людей посмотрели, я не могу вам дать эту информацию, поскольку Disney, в отличие от Netflix, не публикует данные по количеству просмотров, но дает рейтинги. В рейтингах в Турции у сериала «Актриса» первое место. То есть предполагается, что его смотрели подписчики платформы. Ну а в мире, к сожалению, сериал никого не заинтересовал. Вроде бы он вышел на Хулу, не на Disney основном, а на Хулу, который также принадлежит компании Disney. Но, к сожалению, там в рейтинге он не попал. Вопрос. Будет ли участвовать в новых проектах Юсуф Чим? Юсуф Чим прямо сейчас снимается в сериале «Предательство». Главную роль в котором исполняет Вахиде Перчин. Сериал не супер-хит, но достаточно удачный, стабильный очень. И поэтому без всяких проблем получил путевку во второй сезон. И, разумеется, Юсуф продолжит сниматься в этом сериале. Так что новых проектов у него пока нет. Но, учитывая, что у него очень долгое время были неудачи, первый успешный, ну достаточно успешный, можно сказать, проект, я думаю, это большой плюс в его карьере. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о встрече всех актеров на вечеринке Айя Пым. Тут, а не видно, была Барыша Ардуча. Чему она была посвящена? Вечеринка Айя Пым была для актеров, которые снимаются на Айя Пым или будут сниматься, или имеют хорошее отношение с компанией и не ограничены в своих движениях обязательствами перед другими компаниями. Как вы знаете, Барыш Ардуч работает с компанией Эмри Канука, которая снимает сериал «Альпаслан. Великие сельджуки». Поэтому он никак не мог присутствовать на этом мероприятии. Что касается вечеринки, чему она была посвящена? Дело в том, что международная премия Эмми, которую получил сериал «Черная любовь», имеет не только наградную часть, то есть когда приезжают и награждают те или иные сериалы, проекты людей, но и часть, которая следует после этого. То есть в различных странах проводятся мероприятия, посвященные этой награде, на которой международные продюсеры, международные режиссеры, сценаристы встречаются с представителями киноиндустрии этой страны. И совершенно естественно, что поскольку Айя Пым получил награду Эмми Интернешнл, они и проводили это мероприятие в Турции. Оно прошло в первый раз, но я надеюсь, что не в последний. И ещё раз повторяю, на мероприятии присутствовали актёры, которые так или иначе работают с Айя Пым. Вопрос. Какой из летних сериалов вы будете смотреть, а какие цифровые? Если честно, летние сериалы я не смотрю, потому что они слишком предсказуемы. Идут по шаблону, который, в общем-то, не меняется. Я не говорю, что это плохо, просто мне скучно это смотреть. Что касается цифровых сериалов, я начинаю всё. Если нравится, смотрю дальше. Если не нравится, выключаю. Никогда не знаешь, что понравится и что не понравится. Бывают сюрпризы. Из цифровых сериалов больше всего жду второй сезон сериала «Квартной». Очень понравился первый сезон. И я думаю, что второй ещё более будет интересным, поскольку снимали-то они его одним большим блогом. Сразу три сезона. Вопрос. Как вы думаете, будет ли там свадьба Ханде Эрчель и Хакана Сабанджи? Я ничего не могу думать о частной жизни совершенно незнакомых мне людей. Я с ними не знакома. Ханде со мной своими секретами не делится. Поэтому никаких сведений на этот счёт я вам дать не могу. Единственное, что я могу сказать наверняка, что если даже сделает, например, Хакан предложение Ханде официальное, это займёт больше года. У богатых людей в Турции другие правила. То есть сначала нужно будет познакомиться с семьями официально, затем помолвка, затем свадьба, которую будут очень долго готовить. В общем, это не очень простое дело. Даже у простых людей свадьба так просто за 2-3 дня не бывает. Нет, ну, конечно, если будущая супруга вдруг окажется в интересном положении, тогда процесс ускоряется. Но в данном случае, я думаю, никакой спешки нет. И даже если у Хакана серьёзные намерения, то завтра-послезавтра они под венец явно не побегут. Вопрос. В каких ещё проектах работали сценаристы и режиссёры, создавшие сериал «Любовь на прокат»? Очень успешный проект получился. Может, команда ещё работала вместе? Насчёт режиссёров я, наверное, не буду рассказывать, поскольку там постоянно менялись режиссёры, один другого сменял, и, в общем-то, была достаточно большая чехарда. Вот со сценаристами более интересная история, поскольку сценаристов было, по сути, двое. Первый – это Мирич Аджимим. Очень интересный сценарист, который затем писал о сценарии к таким сериалам, как «Маленькие преступления», «Ранняя пташка», «Любовь 101» и продолжает писать сценарий к сериалу «Полёт птицы», который очень успешно идёт на Netflix. То есть, как видите, сценарист очень сильный и специализируется на историях любви. Второй сценарист – это Илькер Барыш, который после «Любви на прокат» работал над такими сценариями, как «Любовь и Мави», супер-хит был, хотя я знаю, что в России о нём не очень много слышали, но действительно очень удачный проект, «Ранняя пташка», и сейчас он работает над сценарием сериала «Братство», который пользуется огромной популярностью в Турции и продлён на четвёртый сезон. Как видите, оба сценариста очень сильные, и если они будут работать вместе в следующем проекте, то я более чем уверена, что будет хит. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, об актрисе, сыгравшей Есимин в сериале «Любовь на прокат». Хотелось бы узнать, как сложилась её актёрская карьера и есть ли у неё проекты, где снималась и снимается актриса. Актрису зовут Синем Услу или Синем Астюр. Ей 38 лет и сейчас она снимается очень редко, поскольку вышла замуж за одного из самых известных продюсеров Турции, стала мамой своих деток и сейчас ей уже не совсем до съёмок, хотя полностью актёрскую профессию она не оставила. У неё была достаточно активная карьера до замужества. Действительно, одна из самых известных её ролей – это в сериале «Любовь на прокат». Затем она снималась в хите «Осколки», снималась в суперхите «Возрождённый Эртурол». Не главную роль играла матери Султана, но достаточно важную. Небольшую роль сыграла в сериале «Позвоните моему агенту» самой себя. И последний раз она появлялась на экранах в прошлом году в сериале «Всё о браке». Но ещё раз повторяю, сейчас для неё самое важное – это семья и дети. Вопрос. Сериал «Гюльджималь» пойдёт на второй сезон или закончится на первом? Об этом не знают пока даже создатели сериала. Сначала хотели закончить на десятой серии, затем телеканал согласился продлить показ сериала ещё на три серии, то есть финал должен состояться на тринадцатой серии, но это будет зависеть от рейтинга. Если рейтинги пойдут вверх, то сериал сделает финал сезона и продолжится осенью. Если же останутся такими же низкими, как сейчас, то будет сделан полный финал на тринадцатой серии. Вопрос. К какой категории по оплате отнесли Мурака Дениза? Мурак Дениз – достаточно значимый актёр в Турдизе, чтобы с ним цифровая платформа Disney+, заключила эксклюзивный контракт. Это о многом говорит. Но всё же его вес недостаточно большой, чтобы иметь многомиллионные контракты, я имею в виду в долларовом эквиваленте, как имеют ведущие актёры, например, Иван Штатлытов. То есть это что-то вот между обычным актёром, звездой и суперзвездой. То есть он больше, чем звезда, но всё-таки меньше, чем суперзвезда. Для того, чтобы попасть в высшую лигу настоящую, чтобы стоять рядом с Иванчем, например, ему нужно суперхит иметь. Сейчас у него в карьере множество прекрасных сериалов. Некоторые из них хиты, большие хиты, но суперхита по-прежнему нет. Кстати, та же проблема была у Араса Булута и Немли. Были прекрасные сериалы, суперхита не было. Затем он получил внутри и Чукур, и сразу перешёл в высшую лигу, в том числе и по оплате. То есть я надеюсь, что Бурак Дениз, его будущий проект «Два незнакомца», где он будет играть с Ханде Эрчель, окажется удачным. И в этом случае он автоматически поднимет свою ставку и станет настоящей большой суперзвездой. Вопрос. Странные новости о Кереме Бюрсине. Ждали заявленные проекты из Испании. Он говорил о своих сценариях, о собственных проектах. Испания, Голливуд, а что в итоге? Два года надрывался в спортзалах, снимает что-то о себе и остаётся актёром однотипных ролей. И чем взрослее, тем моложе партнёрше. А мы ждали чего-то из обещанных сюрпризов. Насколько я в курсе, ничего не отменено. Всё продолжается. Подготовки к съёмкам продолжаются. Но я напоминаю, что цифровые проекты это не проекты для турецкого телевидения. И подготовка к ним может занимать достаточно продолжительное время. Это во-первых. Во-вторых, всё зависит от финансирования. Как говорится, актёр предполагает, а продюсер располагает. Да, достаточно часто проекты отменяются именно потому, что они превысили бюджет, который на них выделялся. Это и в Голливуде такая же ситуация, и в Турции ничего удивительного в этом нет. Тем более я напоминаю, что прямо сейчас Дисней Плюс, например, отменяет сразу несколько проектов с Ханде Эрчель, с Демет Астемир, именно потому, что у него что-то там с реструктуризацией его бюджета. В общем, сюрпризы сюрпризами, но актёрам нужно работать и нужно зарабатывать себе на жизнь. Так что в ожидании тех проектов, которые по каким-то причинам были отложены или, может быть, даже отменены, я не знаю, у меня нет точных данных, Керим вполне мог согласиться пойти в очередной сериал. Я понимаю ваше разочарование, снова летник, почему не драма, почему не основной сезон, но, видимо, именно так он видит развитие своей карьеры. В данном случае я не могу делать никакие выводы за Керема, ему виднее, как он хочет построить свою карьеру. Что касается партнёш, что не он выбирает, какого возраста будет партнёша, это вопрос нужно переадресовать к продюсеру. Видимо, так он видит этот образ в сериале, то есть молодая девочка. Итак, друзья, наш выпуск подошёл к концу. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы под этим выпуском, и я попытаюсь найти на них ответы, но, к сожалению, это не всегда получается. Извините, если я не нашла ответ именно на ваш вопрос. Такое тоже случается. Иногда я отвечаю, кстати, прямо под комментариями, так что посмотрите, может быть, всё-таки ответ есть, но не развернутый, не в виде видео. Я напоминаю, что мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч!